Сбылась вековая мечта болельщиков нашей страны. Впервые в истории все лучшие команды футболистов мира приезжают на чемпионат, который наша страна уверенно организует блестяще. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы развивалась наша спортивная база, чтобы креп дух молодежи, чтобы мы показали действительно настоящий спорт и одновременно искренно российское и русское госприимство. Уверен, что так и будет. Мы с своей стороны максимально способствовали этому, потому что все, что построено – дороги, аэропорты, больницы, стадионы – это останется здесь, уже никто у нас не украдет. Самое главное, чтобы это затем максимально использовалось для развития, прежде всего, молодого, подрастающего поколения. Сегодня, поздравляя всех с этим великолепным праздником, по сути дела, карнавалом, хотел бы напомнить, что любое спортивное состязание требует победы, воли и мужества. Я очень хотел, чтобы наши футболисты показали высокое мастерство и тот дух, который присущ нашему футболу. Думаю, уместно вспомнить сегодня о том, как в 1945 году, после легендарного парада, парада победы, в августе состоялся парад спортсменов. Почти пять часов перед Кремлем и Мавзолеем проходили спортивные общества и команды спортсменов, а Сталин лично комментировал Изенхайру, который командовал союзными войсками, рассказывая, какое идет общество, какие спортивные достижения. Изенхайру потом, вспоминая, сказал, я впервые понял, почему Красная Армия выиграла войну у фашистов. Это действительно была молодежь победы, и она продемонстрировала уже в ближайших соревнованиях свою волю и мастерство. В октябре месяце Динамо Московская, которая выиграла чемпионат СССР, впервые было приглашено в Англию на первенство сыграть с их лучшими командами. Хотя ребята уже готовились в отпуск, тем не менее, они взялись за лопаты, разгребли выпавший рано снег и на Матищинском поле тренировались для того, чтобы выступить достойно. Ни одна газета, ни один болельщик в Англии не сомневался в том, что англичане наголову разгромят российскую и советскую команду. И тем не менее, уже первый матч почти при 100-тысячном стадионе наша команда с Челси сыграла блестяще. 3-3, и англичане, которые холодно принимали советских гостей, на руках вынесли наших футболистов. Они были в восторге от того, что увидели на поле. В следующий матч с Картифом, знаменитой командой шахтеров Англии, англичане проиграли 10-1. После счета 3-0 команда английская развалилась, и наши забивали каждые 5 минут и показали блестящий результат. На следующий день вышли английские газеты, которые написали, ни одна команда Англии не в состоянии так обыграть Картиф, который демонстрировал хорошие результаты в национальном чемпионате. И тогда англичане собрали лучших своих футболистов в Арсенале, надеясь дать бой. И тем не менее, и Арсенал проиграл советским футболистам 4-3. Тогда вся Англия была в шоке, потому что они считали, что родноначальники футбола не имеют права проигрывать, а их система Дубль-В оказалась положенной на лопатки качественно новой тактикой, которую применили наши тренеры и футболисты. Бесков, Бобров, Хомич продемонстрировали такие результаты, которым гордился и учился последующий наш футбол. Нам есть чем гордиться. Вчера вышел прекрасный фильм о Льве Яшине. Я свидетель его великолепных матчей. Всегда болел и гордился. Дружусь с семьей, принимал всех футболистов здесь, в Государственной Думе. Хочу сказать, это единственный галкипер мира, который обладает золотой бутс. Блестяще играл шестернем в защите. Великолепный Эдуард Стрельцов показывал суперклассные результаты в нападении. Анатолий Бишевец демонстрировал великолепную технику и владение мячом. Я считаю, что нашим футболистам следовало внимательно изучить опыт прежде всего великой советской команды. Да и в последующие годы мы обыгрывали и французов, и голландцев. И тем не менее, целая серия неудач нашей команды в товарищеских матчах, я рассматриваю, они вводят в заблуждение своих оппонентов. Сегодня игра абсолютно принципиальная, хотя Саудовская Аравия, но мы должны прекрасно понимать, что сегодня надо только выигрывать, в противном случае мы из этой группы не выйдем. Поэтому хотел бы пожелать нашим ребятам взять наследство, все лучшее, дух, волю, мужество, мастерство, забыть о неудачах и помнить, что они сегодня играют за свою спортивную честь, за свою семью, своих друзей, своих близких, за нашу любимую родину. Они должны сегодня показать хорошее мастерство, помноженное на высокую организацию и безопасность. Это и будет тот праздник, который наша страна обязана подарить всему миру в это первенство. Я считаю, что нам это в принципе по силам. Наша партия создала свою спортивную команду. Я приглашаю вас зайти на наш сайт kprf.ru. Там есть великолепный сайт спортклуб КПРФ. Хочу вам сказать, за 15 лет никто не верил, что можно создать мощную спортивную дружину. Мы участвуем во всех российских соревнованиях. Недавно провели по плаванию на открытой воде. Тысячу человек участвовало, в том числе представители многих стран, где наша команда выступила блетящей. Мы участвуем в соревнованиях по фигурному катанию, гимнастике. Но наш футбольный клуб оказался лучшим в стране. Мы шестой раз выиграли по мини-футболу первенство Москвы, обыграл все гранты. Наша молодежная команда до 23 лет, выступая в высшей лиге, стала второй год подряд чемпионом Российской Федерации. Такого результата никто не показывал за все эти годы. А наша главная команда в Суперлиге входит в пятерку. Наш вратарь, играя за сборную страны, был признан недавно на первенстве Европы лучшим вратарем Европы. То есть мы, как партия, поддерживая спорт, одновременно максимально культивируем это мастерство среди детей. Когда меня спросили журналисты, в чем секрет ваших побед, я сказал, большого секрета нет. Прежде всего, у нас для любого парнишки, девчонки открыты двери, не надо платить ни копейки. Мы принимаем всех, кто желает заниматься всерьез спортом, и все делаем для того, чтобы поддержать массовый спорт и тренеров детско-юношеских команд. И второй секрет, мы быстрее думаем, быстрее бегаем, быстрее бьем, быстрее восстанавливаемся после спортивных соревнований. И мы обыграли всех знаменитых грантов, которые вы знаете. И Динамо, и Спартак, и ЦСКА, и Дину, и всех практически. Наша команда в этом году стала лучшей командой Российской Федерации. Я приглашаю сборную страны брать пример, в том числе и с наших футболистов. Пожелаем нашей стране и футболистам блестящих успехов. Будем болеть и максимально поддерживать. Всех с большим праздником. Редактор субтитров А.Семкин